Здравствуйте! Это актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. И мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, директор национальной политехнической средней и общеобразовательной школы номер 2, Алексей Семенов. Алексей Климентович, здравствуйте! Здравствуйте! Рады приветствовать вас в нашей студии. Вы являетесь директором второй школы уже с 2008 года и за 10 лет своей работы проделали большой пласт работы. В вашей школе сейчас работает центр интеллектуальных игр, скоро заработает медиа-студия, скалодром, кружок по робототехнике. Это не весь перечень, да? Недавно был относительно запущен энергокласс совместно с Якуткой Энерго. Вот как вы добились такого разнообразия центров дополнительного образования? Да, действительно, на сегодняшний день 18 разных секций и кружков в школе работают. И, ну, как добились, просто у нас очень хороший человеческий потенциал. Это 1962 ученика, 174 работника и 125 учителей. И, соответственно, вместе работая добились того, что у нас создаются дополнительные условия, чтобы развивать разные кружки и секции. Ну, особым особняком здесь можно выделить это медиа-студию, полевой тир, скалодром. Это те, пожалуй, направления, которые не особо развиты в других школах. То есть вы здесь практически первым открывателем являетесь. Ну, так и есть. Просто вот сейчас вот создаётся в школе команда единомышленников. И таким образом, ну, появился скалодром два года тому назад. Вот сейчас я уже руководитель Федерации скалолазания республики. Вот, медиа-студия. Вот, ну, проблемы у школьников сейчас достаточно много в городе. Например, владение родным якутским языком. И вот эти проблемы мы намерены решать с помощью тех же школьников. Ну, почему всё-таки Ваша школа делает основной акцент на дополнительное образование? Вот, сейчас мир очень сильно изменяется. Те профессии, которые есть на сегодняшний день, они через 10-20 лет, они будут уже неактуальны. И очень большое внимание надо уделять умениям, которые обладают люди. И эти умения мы должны давать именно сегодня, сейчас, иначе будет очень поздно. Ну, а насколько, пожалуй, сложно оборудовать помещение дополнительного образования, производить закупки технического оснащения? Ну, ведь, ну, с помещением, конечно, есть сложности, потому что мы работаем две смены. И, ну, большой проблемой, допустим, является отсутствие спортивных залов у школ. Практически, если вместо спортивной площадки, которая имеет КПД 10%, поставить спортивный зал 40 на 60, то это можно считать, что 8 классов, ну, и перевести в первую смену. И спортзалы, которые имеются в школах, можно будет оснастить для дополнительного образования. А человеческая, ну, подготовка кадров тоже имеет очень большое значение. В последнее время на кружки к нам приходят очень творческие люди, которые к образованию не имеют отношения. Допустим, инженер-проектировщик пришел к нам, прошел курсы в институте повышения квалификации работникового образования. И, ну, и Якутском педагогическом колледже вот курсы проходят, и таким образом они специализируются под педагога дополнительное образование. И вот появляется уже у нас новый состав, очень хороший. Ну, вот, как раз-таки вопрос о составе, нельзя о нем не спросить. Вот много, столько кружков, секций. Насколько сложно было бы подобрать за эти все годы подходящий педагогический состав? Ну, вначале, конечно, трудно. А дальше, когда появляются, ну, люди уже знают о том, что в школе работают творческие люди. К нам каждый день приходят, ну, хотят с нами работать, и это очень радует. То есть, с каждым годом становится в этом плане легче работать. Ну, ведь учителям, преподавателям, им тоже, как школьникам, нужно постепенно что-то новое и новое, не стоять на месте техника, как не стоит на месте, да, и они тоже наверняка проходят какие-то курсы с повышением квалификации, где-то обучаются чему-то новому еще. Да, ну, вот, говорили насчет, ну, закупок оборудования. Тут надо работать, конечно, с профессионалами. Вот, если говорить про медиа-студию, то надо работать с НВК САХА. Если говорить про скалолазание, то надо работать уже с федерациями скалолазания. Если говорить про пулевую стрельбу, то с федерацией пулевой стрельбы. Если говорить про технопарк школьный, то, конечно, это технопарки, вот, Якутия, вот, работать с профессионалами, получать у них консультации и непосредственно руководство. Алексей Климитич, ну, вот, какие результаты приносит деятельность центров? Стало известно, что учащиеся Вашей школы уже вылетели на чемпионат Дальневосточного федерального округа, как раз-таки по скалолазанию. Ну, результат, вот, охват детей, вот, ну, первым важным фактором, вот, результатом является охват детей. На сегодняшний день, вот, охвачено 1869 учащихся, вот, всякими, ну, школьными кружками, секциями. Второе важное составляющее – это, конечно, качество. Качество – это в спортивном направлении, это получение спортивных разрядов детьми и, конечно, представление нашей республики в других регионах, ну, допустим, Дальневосточном федеральном округе. Конечно, хотелось бы еще выделить о том, что все вот эти вот секции, кружки, они абсолютно функционируют бесплатно. И насколько активно сами вот ребята, ученики записываются, и с какого возраста, то есть с какого класса вообще можно записаться в те или иные секции? Ну, допустим, ну, тут можно разбить на две части. Первая часть – это, ну, то, что идет, ну, по учебному плану, это внеурочная деятельность. Внеурочное направление у нас, вот, пять направлений. Все дети играют на хамусе, танцевальные, вот, театральные, IT-технологии. Вот, кроме этого, вот, идет по кружкам, ну, бесплатная сторона, это вот, где охват, ну, какой-то конкретный. По каждой секции, там, охват 286 или, там, 75. Но, кроме этого, мы даем еще и платную часть, тем самым обеспечивая заработную плату дополнительно для педагогов. И, ну, таким образом мы обеспечиваем стабильную работу всех кружков и секций. Ну, а вот, как стоит вопрос по изучению национальных языков? Ведь недавно была проведена проверка Роскомнадзором в данной видом деятельности. Ну, национальный язык, изучение национального. Ну, по учебному плану у нас школа якутская. Четыре класса на якутском языке в изучении и два класса в одной параллели на русском языке. И вот, ну, я вижу, ну, проблему какую. Если дети дошкольного возраста, они предоставлены в основном, ну, сами себе. И получается, если бы был запрет на контент на русском языке, то наши дети стали бы говорить на английском языке. Поэтому мы должны, чтобы изучение было на хорошем уровне, мы должны дать, ну, контент на родном языке. Планируется ли ликвидация второй смены в вашей школе? Когда это произойдет? Ну, это выходит за пределы компенсации директора школы. Мы работаем над тем, чтобы, ну, обеспечить стабильную работу школы. А ликвидация второй смены, конечно, зависит от строительства новых школ. Алексей Климентич, ну, помимо образовательного процесса, в вашей школе развивается еще и эстетическое воспитание мира. Мы знаем, что сами учащиеся спроектировали помещение школьного театра, а потом в дальнейшем этот проект был реализован. Вот расскажите об этом проекте. И, конечно же, нужно затронуть еще памятник вожатой тоже, который установлен перед школой. У нас уже второй год работает школа архитектуры, где дети учатся делать проекты. И уже, ну, два года тому назад уже мы начали реализацию этих проектов. Дети спроектировали школьный актовый зал под театр, под каменный зал. И проекты детей мы смогли летом с помощью мужского коллектива школы реализовать, материализовать. И, то есть, проект не остался на бумаге, он реализован. Дальше проекты пошли сквера перед школой. То есть, дети сделали проект навеса. И мы смогли тоже нынче этим... Этот год у нас юбилейный. В школе исполняется 80 лет. И, конечно, мы очень большую работу вели, чтобы облагостроить, чтобы школа была современной. Поэтому сделали навес. Благоустроили 1600 квадратных метров площади. И смогли поставить памятник нашей вожатой, вот Галине Несимой Михайдуровой. Очень известной в республике и в России человеке. Алексей Климентич, ну, вопрос по поводу количества ваших учащихся и их результатов, которые участвуют непосредственно в работе, в проектах технопарка. Детей, именно охват или... Охват и их результаты чего они добиваются? Результаты, это, конечно, в первую очередь, это умение, которое они вырабатывают, выполняя работу. И количество мы стараемся, вот, сейчас, в будущем мы будем заниматься, продолжим реализацию всех проектов наших детей. И в будущем, я думаю, что каждый ребенок в нашей школе должен иметь свой, от простого к сложному повышаю, свой проект. И эти проекты должны быть реализованы. И если каждый житель города Якутска будет думать о благосостоянии своего города, и эти проекты, вот, проблемы города, проблемы республики будут озвучиваться перед детьми, и они будут участвовать в реализации, вот, устранении вот этих проблем, мы вырастим настоящих патриотов нашей республики, нашего города. Ну и вот, буквально новость последних дней, ваша школа стала лучшей организацией в области физической культуры и спорта. Как прокомментируете, какие усилия были приложены для этого? Ну, в начале весной этого года школьная команда по шашкам под руководством Василия Натентича Кононова заняла по России первое место по шашкам школьная команда. Это, ну, результат многолетнего труда. Вот, у Василия Натентича есть воспитанники-грессмейстеры. И мы в прошлом году открыли пулевой тир. Дети сейчас вот Архипова, Галя, участвуют в соревнованиях российских. То есть, наши дети имеют очень хороший результат уже по истечении 9 месяцев занятий. И вот, скалодром у нас является основой развития Федерации скалолазания. И поэтому имеет место быть... Алексей Климентович, у Вас есть возможность сейчас поздравить своих коллег, выпускников, учащихся с 80-летием со дня образования школы? Ну, от всей души поздравляю всех своих воспитанников, учителей, коллег, наших выпускников и, конечно, наших ветеранов педагогического труда в 80-летнем юбилеем нашей школы. И хочу пожелать нам всем крепкого здоровья, чтобы в будущем исполнить все свои проекты. Алексей Климентович, большое спасибо, что пришли. Дорогие телезрители, напоминаю, Вы смотрели актуальное интервью. Сегодня гость в нашей студии, директор национальной политехнической и среднеобщеобразовательной школы номер 2. Алексей Семенов, основатель на нашем канале. Будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня!